Привет с вами, как всегда, я Ксюша и сегодня я решила сделать для вас очередной букет на этот раз из фруктов, а не из зефира, как я делала в прошлый раз. Если вы видели прошлое видео, то ссылка на него будет в описании, переходи и смотри. Сейчас на дворе осень и уже очень много фруктов поспело, поэтому я сегодня решила сделать букет из фруктов, потому что сейчас как раз прям их такая пора. И через неделю день учителя, поэтому этот букет можно будет подарить на день учителя, но я не буду его дарить, я подарю на день рождения, у нас очень много в семей день рождений. И по цветам фрукты бывают разные, поэтому это будет более универсальный букет, что его можно будет подарить и женщине, и мужчине. Ну и что у меня сегодня есть из фруктов? Я купила маленькие карликовые бананы, потому что большие будут как-то смотреть за сильно громоздко в таком букете. Также у меня есть маленькие груши, они садовские, поздние такие, я думаю каждый знает. Также есть у меня два зеленых лайма, два лимона, два нектарина, одно яблоко, сливы и еще есть финики. Ну и также мне понадобятся шпажки, нож и разделочная доска, потому что я хотела нарезать фрукты на этой дощечке некоторые. А именно это один лимон и два лайма. И кстати, ребята, вы мне писали, что вот когда я делаю букет, это надо делать в перчатках, но у меня ручки чистые, поэтому я сегодня делаю это без перчаток и еще я не буду этот букет никому дарить. То есть, ну как, я подарю, но своим родственникам, как бы, мне перчатки в принципе не нужны. Если вы там такие чистоплотные, то делайте в перчатках, ради бога. Вот я все фрукты разрезала, которые мне нужно было разрезать. Теперь берем, распечатываем шпажки и буду все это накалывать, как в прошлом видео. И первое, что я буду накалывать, это бананы, потому что они у меня будут основой. Я хотела их сделать, что на них будет в принципе все внимание, хотя посмотрим, как получится. И я буду накалывать всю веточку на шпажки. Тут не хватит ни одной, ни двух шпажек, минимум три. То есть, они все-таки тяжелые, это каждый знает. И я наколола мои бананы на шпажки, но тут у меня сразу возникла трудность, потому что начала я их накалывать на вот этот корешок. А он очень и очень плотный, и шпажка у меня просто его не проткнула, поэтому я наколола шпажки на два крайних банана и вот здесь вот на все бананы, которые находятся сзади. Ну а теперь мы перематываем их скотчем, потому что в этом букете скотчем нужно больше, чем в том, тут фрукты все-таки тяжелые. Я их перемотала скотчем и теперь пока откладываю их в сторону и буду нанизывать на шпажки остальные фрукты. Более большие фрукты я буду насаживать на минимум три шпажки, а более маленькие, например, лайм, я буду насаживать на две шпажки. Ну а финики самые маленькие, я сделаю их по одной шпажке, потому что они будут заполнять у меня пространство между моими фруктами. Ну и вот столько фруктов я пока наколола на зубочистке, и теперь я к моим уже наколотым бананам добавляю одно и единственное яблоко, которое у меня есть. Добавлю я его вот так и сразу обматываю скотчем, потому что чем чаще вы будете обматывать, тем прочнее у вас будет букет и фрукты не упадут, потому что фрукты все-таки тяжелее конфет. Ну и чтобы наши шпажки не сломались, все это пространство мы, так же как и в том видео, заполняю маленькими нарванными бумажками. Ну и теперь я сначала букет буду дополнять с одной стороны, а затем с другой, и начинаю я со сливы, которую я делаю повыше, чем яблоко, чтобы ее было видно, потому что ей я буду разбавлять всю эту композицию. И также добавлю мою частичку лимона, которую я отрезала. Два фрукта я добавила, и опять же все это перематываю скотчем, и добавляю вот сюда бумажки, чтобы шпажки не сломались. Ну а с другой стороны я добавила нектарин, три финика, грушу и отрезанный лайм. И теперь я уже по бокам не буду добавлять фрукты, а буду формировать букет более спереди. И сейчас я добавила сюда грушу и сливу, теперь все это также перематываю, и также буду сюда добавлять еще больше фруктов. Ну и вот такой букет у меня получился, тут еще прям совсем немного фруктов осталось, и он очень тяжелый, просто он весит минимум килограмма два, и вот, знаете, вот так вот балансирует в руке. И сейчас я буду его обматывать бумагой, и, кстати, смотрите, я его сделала вот тут в виде треугольничка, что вот этот вот банан, он самый высокий. То есть он у меня идет вниз, поэтому я сейчас таким же способом буду его обматывать бумагой. Ну и для букета, чтобы его обернуть, я взяла вот такую вот бумагу, она такого малинового цвета у меня, и вообще сюда бы в идеале подошла желтая бумага, потому что тут все-таки больше желтых цветов, но желтой бумаги у меня не было, поэтому я возьму вот такую. Остальная бумага у меня розовая, я все-таки делаю этот подарок для своего дедушки, я вам, кстати, не говорила, поэтому можно взять вот такую бумагу. А также я видела, что такие букеты даже просто обворачивают в обычные газеты, но, мне кажется, с газеты будет смотреться все-таки не очень красиво. И, как я говорю, беру эту бумагу, и сейчас я вырезаю три квадрата из такой бумаги. И я вырезала один вот такой вот большой квадрат, переворачиваю его, чтобы он был ромбом, это даже больше прямоугольник. И еще у меня вот здесь вот есть два маленьких квадратика, вот такие вот. И для начала я свой букет перекладываю, тяжелый букет, в этот квадратик. И собираем бумагу, оп, внизу. Потом весь низ я подрезаю, так что ничего страшного. Теперь добавляем еще два квадратика уже сбоку. И все внизу перематываем ленточкой. Ленточку я взяла золотую и завязываю в обычном банке. И теперь вот эти мои стыки я соединяю степлером. Забыла сказать, что я эти краешки слегка подрезала, чтобы все было ровненько, и низ тоже подровняла. Ну и вот такой пакет у меня получился. Если он тебе понравился, то поставь этому видео пальчик вверх и подпишись на мой канал. А с вами была Ксюша, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok